Приветствую вас, дамы и господа, мы продолжаем играть в Minecraft Bedrock Edition на карте под названием Advanced Farming. И сегодня мы преимущественно будем заниматься нашим полем, блин, они умеют даже хватать мышей. Крыс, точнее. Он просто скинул её, и она разбилась насмерть. За что? Он решил над ней поиздеваться, но при этом не съел её. Так, ладно, сперва давайте посмотрим, что у нас тут. Тут много яиц, достаточно неплохое количество, также нужно проверить, как там наши овцы, они прекрасно, по-моему, себя чувствуют. У нас огромное количество шерсти, сейчас мы ещё пострижём наших овец, и в итоге озолотим себя, разбогатеем, и уже будем заниматься непосредственно полем. Купим, естественно, трактор, купим последнее приспособление, которое мы не приобрели. Так, ну вроде все овцы в порядке. Волков я не вижу. Так что подстригаем, у нас почти, ну да, два стака, больше чем. Больше чем два стака шерсти. Огромное количество. И в итоге у нас где-то в районе 50 монет даже, наверное, получится. Это хватит, этого хватит на трактор новый. Комбайн нам покупать не нужно, потому что мы его с вами обнаружили, лежавшим в ящике. Так, мясник, у меня, тебе есть очень неплохое предложение. Так, уже 50, смотрите, это лишь один стак я продал. 64 монеты, один стак и также дополнительно 19. Плюс это я не всю еще шерсть продал. Так, теперь мы подходим к вот этому молодому человеку, к торговцу. И приобретаем, во-первых, за 32 монеты вот такой вот трактор. Может быть, где-то его можно на карте также найти, но я не сумел. Может быть, стоило полетать на самолете. Ну ладно, не будем уже заморачиваться, я думаю. Но все-таки нужно куда-то деньги, в конце концов, тратить. Все, трактор у нас есть, новенький трактор. Далее, покупаем за 16 монет вот это вот приспособление. Создать отброса на самом деле не представляет, для чего мы будем это приспособление использовать. Может быть, это какая-то селка. Посмотрим. Так, комбайн у нас есть, автомобиль нам, собственно, не нужен, самолет тоже. Можно еще купить вот эту вещь, слезогаста для перекраски нашего транспорта. Посмотрим, как все это дело работает. Так, ну и в итоге у нас остается 37 монет. Эти деньги мы можем потратить на всевозможных животных. Посмотреть, например, что за огненный порошок, что за ошейник, как он действует. Так, я и не понял, для чего нам седло. Если я покупаю лошадь, то она сразу появляется с седлом уже заранее. И седло, видимо, где-то в другом месте нужно использовать. Пока что не особо понятно где. Бирка. Можем переименовывать различные животные. Но я думаю, в этом смысла особого нет. Ну, я не знаю, есть ли смысл покупать оцеллотов, например. Может быть, какой-то профит с них и будет, но есть сомнения. Можем, в принципе, коров покупать. Либо огромное количество сена, чтобы размножить, заниматься размножением. Так, ладно, давайте продадим еще... Продадим еще... Так, это не здесь. Продадим еще яйца. Я так и не понял, как золотое яйцо получить. Может быть, просто есть небольшой шанс его получить из обыкновенной курицы. А точнее, шанс снести у курицы. Есть какой-нибудь крошечный. Так, мы можем, на самом деле, трезубец, например, приобрести. Для того, чтобы уничтожать с одного удара волк, скорее всего. Можно будет швырять в этих орлов, ястребов. Но, на самом деле, мне они лично не мешают. Телят они не уводят, по-моему. Курицам у них тоже достаточно проблематичный доступ. Так что, пока что, наверное, нет смысла. Можем купить ведро воды. И выращивать тыквы на поверхности. Но пока что, наверное, не будем этого делать. Так, что тут по семенам? Семена арбуза мы можем приобрести. На самом деле, мало семян. Я думал, семян больше. Семена свеклы у нас уже есть. Можем купить картофель, выращивать картофель. Давайте купим немного картошки. Потратим две монетки. Так, у меня уже заполнен инвентарь. Надо траву куда-нибудь выкинуть. Где-то здесь были ящики. Давайте скинем немного. Вот сюда. Скинем траву. Она нам не пригодится в ближайшем будущем. Можно скинуть шерсть пока что. Потом, если что, возьмем. Когда у нас будет хоть какое-то количество шерсти. Пшеницу пока можно оставить. Хотя, вот, давайте с собой носить. Палки нам больше не пригодятся. Седло, опять же, пока не разберемся, где его использовать. Так, ну и все. Тогда в таком случае мы можем аккуратненько отправляться уже. Давайте сделаем еще немного компоста. И будем отправляться в наше поле. Я думаю, 15 будет достаточно. Хотя бы можно еще один стак разбить. Уже один стак имеется. И плюс еще дополнительный компост. Все. Теперь мы аккуратно двигаемся уже к нашему полю. И начинаем, собственно, работу. Посмотрим, как работает трактор. Посмотрим, что это за приспособление. Я имею в виду новый трактор. Здесь у нас пока что не супер ухоженное поле, как вы видите. Не здорово все выглядит. Не слишком презентабельно. Но мы обязательно обязательно все поле будем засеивать. Вот это вот достаточно массивно. Единственное, я бы его выровнял. Но, к сожалению, здесь придется достаточно много времени потратить. Купить ремкомплектов вот этих вот алмазов. Сделать лопату алмазную, подкопать, например. Но это такое себе развлечение. Так что, наверное, мы так и будем засеивать. Сейчас давайте в первую очередь разберемся с трактором. Так, это лама у нас. Создаем трактор. Ой-ой-ой. Какой красавец. Ну-ка, послушаем звук. И точно такой же звук. Отвратительный просто. Так красиво выглядит трактор и такой убогий звук. Ну ладно. С этим можно как-то мириться. Так, у нас, кстати, один алмаз есть. Теймкомплект, который мы в прошлой серии с вами обнаружили. Берем вот это вот приспособление. Оно рычит. По-моему, оно съело зомби. Так, ладно. Пробуем цеплять. Так, честно говоря. Оно не цепляется, может быть, с другой стороны. Да нет, цепка явно с этой стороны. И, кстати, у трактора есть ХП при этом. Да, ну, не доделан. Не доделана эта карта. Этот пак в целом. Аддон. Не знаю, как назвать. Так, ну, проблема в том, что эту херню я зацепить не могу. Не очень понимаю, зачем нам тогда этот трактор. Ну-ка, давайте насквозь проехать попытаемся. На что это вообще похоже? На какую-то сейлку, наверное. Понятия не имею. Давайте попробуем заюзать, например, семена. Нет, абсолютно бесполезно. На тракторе, соответственно, тоже семена не заюзать. Сцепка почему-то не происходит. Мы можем сейчас попробовать задействовать задействовать другой трактор, но сомневаюсь, что это нам как-то поможет. Нет, сделать я здесь точно ничего не могу. Дачный ключ, соответственно, поможет мне только убрать эту конструкцию. Так, окей. Предположим, мы уберем сейлку, сядем в наш старый трактор. Блин. Я случайно его убрал. Может быть, старый трактор по каким-то причинам сможет подцепить. Или может быть, это для комбайна, кстати. Да, скорее всего, это приспособление какое-то для комбайна, что ли. Потому что трактор здесь бесполезен. Так, ну, этот трактор мы можем убирать. Видимо, новый трактор, он просто мощнее, соответственно, быстрее. Но использует все те же старые приспособления. Например, вот сейлка. Так, давайте уберем. Наверное, все-таки возьмем плуг сначала. Так, а где плуг, кстати? Я в глаза долблюсь. У меня есть только сейлка. Куда-то я задевал плуг. Я его уничтожил, что ли? Все-таки сломал. Твою мать. А, вот он. Нет, все нормально. Я уж распереживался. Так, ну-ка, допустим. Берем, делаем вот так вот и цепляем. Да. Все замечательно работает. Он действительно чуть-чуть побыстрее. Но совсем чуть-чуть. При этом симпатичнее выглядит. Так, кровать я взял сам. Давайте отдохнем. Да какие монстры? А, ну, наверное, техника. Да, наверное, техника считается за монстров. Отдохнем тогда вот здесь вот. Зато никто не рычит. И никто не мешает спать. Так, теперь мы возвращаемся. Работаем уже целые сутки. Давайте сделаем комбайн. Вот такой он гигантский. Ну да, по цвету подходит, по крайней мере. Огромный комбайн. Попробуем зацепить вот это вот приспособление. Пока не особо получается. Надо с другой стороны подъехать. Давайте просто насквозь вот так проедем. Будем надеяться, что зацеп будет произведен. Нет. Блин, я не знаю тогда, что это за конструкция, как ее использовать. Надо вернуться, наверное, к руководству. Но дело в том, что я даже не могу посмотреть название всего чуда. И подцепить тоже никак не получается. Я просто сквозь пролетаю. Комбайн так-то работает, как вы видите. Передний механизм функционирует. Соответственно, мы уже можем собирать урожай. Давайте протестим. Сделаем вот так вот и проедемся вот здесь вот. Да, все работает замечательно. Мы сейчас в любом случае все заново будем делать. Да, давайте уберем. И причем он достаточно быстро передвигается и с легкостью собирает весь наш урожай. При этом складывая все в инвентаре. Похоже, только у меня либо место закончилось, либо надо все-таки задерживаться на некоторых участках. Но даже в случае, если мы что-то пропустим, мы можем потом пешочком пробежаться. Ничего страшного. В принципе, не произойдет. В инвентаре же все это закидывается мне. Да. Тогда замечательно. Классно, я запарковался. Давайте вот здесь разместим наш комбайн. Проблема только вот с этой хренью. Как она работает, я до сих пор не понял. И что это вообще такое? Ну, кстати, смотрите, изображен сток сена. Может быть, с помощью этого оборудования мы сможем производить стоги сена. Но фишка в том, что от оборудования не цепляется этот агрегат. Никак. Мы можем, конечно, убрать его. Или нет? А нет, можем, можем. Так, какая-то явная проблема с ним. Смотрите. Получил я сейлку. Еще одну. Это не очень здорово. Похоже, эта хрень вообще одноразовая, либо она не работает как надо. Ладно, у нас деньги там вроде как остались. Мы можем, в принципе, во-первых, продать пшеницу, еще заработать немного. И можем попробовать еще эту херню купить. За 16 монет. Надо все-таки разобраться, как это работает. Может быть, сначала надо было заспаунить комбайн, только потом это приспособление использовать. Так, все, пшеница продана. Картофель, кстати, еще хотел посадить. В итоге, сколько у нас там денег? 24 монетки. Ну, в принципе, этого будет достаточно. Жалко еще здесь всю эту систему автоматизировать нельзя, как фарминг-симулайты. Так. Я купил или нет? Подождите. Да, купил. Теперь, допустим, я подхожу сзади. Испауни вот здесь вот. Не, ну все то же самое. Сейчас я вряд ли смогу подцепить. Может быть, надо было вплотную подходить. Да, соответственно, ничего не получается сделать. Как бы я не елозил, рядом с этой вещью, с этим приспособлением, ничего не происходит. может быть, тогда автомобилем вообще можно зацепить. Да нет, очень вряд ли. Вообще, по расцветке, смотрите, комбайна именно подходит. Если я возьму грузовик, естественно, ничего не произойдет. Да, я снова прохожу сквозь ту хрень. Ладно, тогда я буду с этим разбираться за кадром в таком случае. Может быть, это приспособление не надо цеплять, хотя, казалось бы, вот здесь вот есть место для сцепки. При этом, у комбайна нет никакого крюка, чтобы цеплять. Только у трактора. Но трактора не хочет цеплять. Мы уже это проверяли. Может быть, надо вместе с каким-то вместе с каким-то приспособлением еще дополнительно это подцепить? Сомневаюсь. Да, короче, я попробую почитать руководством. Давайте сейчас займемся все-таки нашим полем. Итак, нам нужен трактор, нам нужен плуг. Сейчас мы будем потихонечку вспахивать вот эту вот землю. И потом полностью эту землю засеем пшеницы, скорее всего. Или, может быть, картофелем, как вариант. на это уйдет. уйдет какое-то время. Все-таки трактор, судя по всему, процентов, наверное, на пять быстрее предыдущего трактора. Да, он очень уж медленный на самом-то деле. Не знаю, в чем профит. Не знаю, в чем профит этого трактора. Может быть, он сразу несколько семян, например, может использовать. Ну, посмотрим. Сейчас я в любом случае попробую почитать руководство и изучу поподробнее. Ну, и попутно буду, естественно, заниматься вспахиванием нашей замечательной плодотворной земли. Да, вот, смотрите, описание этого приспособления нужно зацепить действительно на трактор. И, собственно, это приспособление сможет спрессовывать траву, превращая в сено, в стоге сено, как здесь написано. Но при этом зацепить... Написано в трактор. Трактором зацепить. Но при этом у меня не получается по каким-то причинам это сделать. Я, конечно, попробую еще пару раз. Все-таки комбайн, естественно, ничего не цепляет. Нет, видите, ничего не происходит абсолютно. При этом я даже теперь и убрать нормально не могу эту конструкцию, потому что она превратится в другую. И мне снова ее надо будет покупать. Да, вот, собственно, я получаю еще один сеющий, сеющий, еще одну сеялку. Давайте, кстати, попробуем слезу гаста, посмотрим, как она работает. Допустим, я хочу перекрасить. Да, действительно, можно перекрасить в любой цвет и причем неисчерпаемый запас у нас краски. Давайте синий оставим пока что. К сожалению, с этим дерьмом разобраться не получается. Видимо, стоги сена мы производить не будем. Может быть, я чего-то не так понимаю, но даже в инструкции написано просто просто взять и подцепить на трактор и ехать там, где траву, там, где трава. Но у меня не получается сделать. Ладно, давайте последнюю попытку придется потратить еще немного монет. Сейчас купим еще раз это приспособление. Попробуем сразу рядом с трактором установить. Я кучу монет просто так всрал и теперь обратно эти конструкции продать нельзя. Подбегаем к трактору. И прямо вот сюда спавним. Ничего не происходит. По-прежнему цеплять я не могу. О, подцепилось. Не знаю каким чудом, но оно работает невероятно. Так, допустим. Оно решило вдруг сработать. Это за траву считается? Да. Так, но я не уверен, что он превращает траву в стоги сена. Видимо, имеется в виду именно пшеницу. Может быть, он превращает в стоги сена. Хотя, с другой стороны. Он просто уничтожает траву. Все, всю растительность, на все видимости. Смотрите. И выпадает обыкновенная трава. Или не всю растительность. Маленькие кустики, похоже, все-таки не уничтожает. Да, маленькие кустики не уничтожает, только высокую траву. При этом она просто падает ко мне в инвентарь. Да, просто забревает. Давайте рядом спорим. Тут, смотрите, уже наше поле высыхает, блин, пока я этим дерьмом занимался. Короче, не особо понятно. Я посадил траву. Да, ну толку от этого, естественно, никакого. Мы только занимаемся сбором травы скорее. Вместо того, чтобы получить стог сена. Да, вот здесь так и написано. Езжайте на высокую траву наезжайте. И вы сможете получить стоги сена. Но на самом деле мы получаем траву скорее. Сирень. Она просто выпадает. Видимо, не очень здорово пока работает это приспособление. Либо может нужно слишком много травы, очень много травы скосить. Ни одного стога сена мы не получили с вами. Ну давайте вот здесь вот еще скосим всю траву. Придется повременить с нашим полем. Хочется все-таки со всей техникой разобраться. Нет, он просто скашивает на высокую траву. И все. Она выпадает. Или может быть нам надо скрафтить потом? Да не вряд ли. Из высокой травы. Скрафтить ничего я не могу из высокой травы. Могу просто ее собирать. Да, в крафте ничего подобного. Можно стак насобирать, попробовать запихнуть как-нибудь сюда. Не особо это получается. Я могу делать вот так и ничего. Она снова разрушается. Мы взамен ничего абсолютно не получаем. Так что, ну, видимо, либо я не разобрался все же, надо что-то как-то по-другому решать этот вопрос. либо все-таки есть проблемы на данной карте с данным конкретно приспособлением. Могу еще целый стак набрать 64 этой травинки, но я уверен, толку никакого не будет. Не появится же просто так у нас в итоге сток сена ни за день, ни в инвентаре. Ну, вот у меня стак травы и ничего не происходит по-прежнему. Я могу сажать обратно эту траву, тут же ее уничтожать на этом тракторе с помощью него и ничего из этого не получать. Тем временем, смотрите, во что превратилось наше поле. Надо сразу над ним работать. Но я все-таки небольшую часть вспахал, как видите. Так, не знаю, могу на кью выкинуть, но тоже ничего не происходит. Работай. Могу попробовать отсоединить, например. А сейчас приспособление снова, да, снова сейлка превратилась. Ладно, тогда на самом деле не особо-то и хотелось использовать это говно. мы можем за две монеты в конце концов целый сток сена приобрести. Так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.